хочу сказать вам спасибо огромное танюшева пир горою строила я еще всего даже не попробовал буду ждать чая сладости попробуем ананасы которые в банке жили открыли мы думаю упаковку упаковка дыня так называемая не знаю да это не до вкусно а это вот тоже было не кисти с марципаном таня уже пробовала очень вкусно еще есть финики с орешками но очень сладко сладко вроде как тоже плохо соленая рыба сушеная тоже нормально а как ощущение вот ты сегодня домой приехала как вообще скучала по дому ну как сказать не по дому а вот правильно выразиться мне не хватало городской суеты я настолько этого честно откровенно настолько я городской житель по дому не тогда но вот так если нет 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 же дома ну что дома дома я одна одна одинокая а когда я выхожу вот на набережную к людям туда там около магазина туда-сюда но и именно городской суеты не хватает вот можешь меня понять правильно ты городской человек знаешь вот не хватало этого когда проезжали через стане через москву у нас была пересадка с белорусского на казанский вокзал и когда сели в поезд уже приехали мы в деревню к таня на ленинку вот долго у меня не покидала чувство такое как мне хотелось одним словом как мне хотелось остаться вот в москве просто остаться такое чувство мне было я там никогда не жил мы просто пересадку сделали с белорусского вокзала на казанский я сразу вспомнил харьков как-то мне огромный город огромный миллионный город воспоминания это суета толкотня тебя куда-то несут если ты не вписался в то направление то вынесут называется там допустим станция исторический музей ставлю здесь относительно метро как когда мы с папой впервые садились в метро в харькове там же людей полно стоим люди идут и идут и идут нам кто-то говорит да вы не переждете говорит туда тоже в толпу настолько было мне необычно необычно просто помнишь у меня была шуба черная шуба и белоснежный воротник стриженная лама черная и белая лама воротник и я наверное за за эту зиму за одну все воротники этот и стирала и чистила и что только не делала в результате шуба пропала большой город метро сынок извини что эти город ничего и вот я говорю воспоминания как-то нахлынули про огромный город про но может быть не столько метро вообще про про большой город одним словом кто жил больших городах знает что это такое чувство одним может быть это нравится другие таня говорит но мне вот допустим нравится тишина уединение какое-то до покой допустим она когда я не могу я даже вот она идет из дома она и не идет здесь мимо моего дома она дворами выходит туда на набережную идет туда прогуливаться дальше сама ягод не люблю где много людей ягода я наоборот иду на причал где больше вот вам начал вспоминать и мы стане уже приехали на волгу на ленинку натанину родину я все вспоминал москва сколько мы жили там двое ох мне даже другой раз снится снится харьков и почему-то москва снится как вроде особенно харьков снится но я там прожил 20 лет даже вот пару дней назад приснился такой сон что я попал в центр города исторический музей метро я выхожу а там какие-то даже не небоскребы а что-то такое знаете как вот в египте да что-то такое как пирамиды какие-то интересные сооружения и что-то старина смешанная с современным и я иду мне надо попасть метро туда где вот был магазин вид медик это сладкий магазин был напротив напротив этого вид медика был магазин черевница ювелирный магазин вот в этот район и я все туда хочу как-то попасть то другой раз снится еду я по сумской со стороны кинотеатра вот честно уже не помню наверное это или первый комсомольский был или 2 комсомольский но такие странные названия имели место быть один первый комсомольский был чуть пониже другой чуть повыше по сумской где какой был кто живет харьковчане напишите мне как они сейчас называются эти кинотеатры вот такие небольшие воспоминания и такие какие-то у меня как вот тоже не могу назвать ночные виденье виденье да посещают меня чай будем пить ну вот рассказали мы кое-чего то кому чего что кому чего видится что кому снится и кто как себя чувствовал все честно откровенно ничего не придумывали полез в интернет вот я то не исправлял сам и думаю правильно ли я делал когда исправлял ее в том плане что таня как-то и имела имела место быть такой фразе назовем так казахский а я говорю или она сказала казахстанский а я ее исправил в итоге полез в интернет смотреть как правильно вообще казахский или казахстанский знаете почему такие сомнения появились века саньком саня привет все хорошо спасибо большое за подарки смотрим канал все заходим в гости знакомимся с людьми века дача рецепты и не только так называется канал на ю тубе я говорю почему возникли сомнения читаю на шоколаде который нам прислали наши друзья написано шоколад казахстанский и тут я как-то пришел в какое-то но даже скажем можно назвать слово недоумение а правильно ли это вообще казахстанский я понимаю после раздела союза все поменялось кстати наша республика в которой мы живем наша страна называется не белоруссия чтобы вы знали может быть кто-то не знает она называется беларусь правильно беларусь но очень многие в том числе журналисты даже журналисты нтв часто своих репортажах говорят и упоминают и титры идут там то 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 белоруссия нет такой страны нет такого государства это я вот к тому что бывают иногда такие моменты или нюансы в правописании или в значении слова не могу подобрать как правильно вот читаю шоколад казахстанский думаю ну наверно может быть производители что-то напутали лезу открываю интернет читал 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 честно вам скажу я так ничего не понял ну хорошо если идти от того что кто живет в казахстане национальность там что там что-то привязано одно значение привязано больше государственности а второе мы говорим казахстанцы до казахи здесь то казахи значит язык наверно все таки казах кому вот интересно кстати откройте интернет и посмотрите вот почему к шоколад называется казахстанский а жители называют но жители тут есть на казахи почему шоколад не казахский да так вот если задаться целью но вернее по-русски но уже тут тут уже не русский язык наверно что-то вмешалось другое ну вот сижу я и сижу в общем загадка болтаю и болтаю загадка для зрителей загадка для зрителей ну вот кто зайдите вот серьезно посмотрите почитайте потому что я лично не понял может быть вы простыми словами объясните мне олуху царя небесного как вообще какое различие между этими выражениями на 8 марта к нам пришел егор поздравил татьяну с 8 марта это наши новые друзья и я надеюсь вы смотрели видео как поздравил егор как поздравила наталья какими цветами какими подарками мы были в шоке если честно кто-то из наших подписчиков или просто зрители спрашивает а вы подарили что-нибудь наталья да подарили я обещал показать вот вам сегодня показываю лично подарок был от меня вот такая вот шкатулка видите шкатулочка такая наташа позвонила сказала большое огромное спасибо у меня столько всякой бижутерии не знаю куда чего складывать и тут и тут появилась у нас новая шкатулка и я наташа подарочек подарила и таня подарила так что не волнуйтесь не волнуйтесь чем смогли мы тем я как говорится ну отблагодарили все идем домой да не за что еще ходили в магазин купили по списку что надо все пока ну что Таня как тебе праздновали 9 марта нормально прекрасно сейчас вышли подышать воздухом у нас дождь идет дождь дождь а мы на улице вышли на речку на речку да видно самая рыбалка я Татьяне говорю наверное дождь моросит самый клюв идет привет вовка привет вовка клюет не ну и ладно зато людей сколько с белорусского рубля падает доллар растет доллар да сейчас обглянул было у нас на днях 2 2.10 2.11 за доллар 2.11 сейчас уже 2.40 копеек сегодня у нас 9 марта и и и и и и и и и